Девушки отдыхают Эмилия Тангара справляется, справляется, гостья ошиблась, заключительный барьер, все, надо добегать, надо добегать, да, блистательно, молодец, две белорусские спортсменки также будут на пятистале подсчета, 55-69, Эмилия Тангара, так ли? Что это личный рекорд? Вот так, 15 июня 24 года воронежская барьеристка Эмилия Тангара победила в Казани на первых в России играх стран Брикс, причем не просто победила, а впервые в своей карьере пробежала 400 метров быстрее 56 секунд. Успех безоговорочный, но всего через неделю на турнире в Чебоксарах Эмилия еще на 13 сотых улучшила свой личный рекорд. Второй сезон подряд в этом виде программы в нашей стране соперницы борются за серебро, бронзу, а золото с внушительным преимуществом забирает себе Тангара. За редким исключением. А еще в 24 году Эмилия чуть было не победила на молодежном первенстве страны в гладком беге на 400 метров. До золота не хватило каких-то пяти тысячных секунды. И, конечно же, не было равных нашей неуловимой спортсменке на чемпионате России в Екатеринбурге. В очередной раз обновить свой личный рекорд Эмилии не удалось, зато результат получился красивый 56,56 секунды. Она уже двукратная чемпионка страны в барьерном беге в Йота годы. Первое большое интервью по итогам этого фееричного сезона Эмилия дала нашей программе. Эмилия, ну я поздравляю с окончанием очередного сезона, практически с окончанием, главные старты позади. Вот по ощущениям этот сезон, какие эмоции в первую очередь доставил, и если его сравнивать с предыдущими сезонами, чем он оказался особенно хорош? Эмоции у меня вообще замечательные, потому что в этом сезоне был первый международный старт, было несколько личных рекордов, и поэтому я вообще в восторге. Конечно, чуть-чуть завершение подпортило, и я даже подрастроилась, но потом я так порефлексировала, оценила вообще, что произошло за этот сезон, и поняла, что он очень важный для меня, ценный и наполненный в основном положительными эмоциями. Сколько лет ты, получается, уже бегаешь с барьерами? Ой, с барьерами я бегаю года с 2017-го, наверное. То есть 7-8 лет, плюс-минус. Можешь мне описать, вот когда ты совершенствуешься в технике, удовольствие начинаешь получать от бега? Или это как было рутиной, так и остается? Нет, я от барьера всегда получаю удовольствие и пересматривая видео, мне очень нравится смотреть на технику свою и замечать какие-то моменты и стараться их исправлять. Не всегда это получается, потому что все-таки перекроить технику сложно, но нравится видеть, что от года к году что-то меняется. И на барьерных тренировках, это моя самая любимая тренировка, когда мы бегаем с барьерами. Вы перед началом сезона с Русланом Мащенко какие цели на сезон ставили? Можно ли сказать, что была какая-то программа минимум, максимум? С какими ожиданиями вы подходили к старту летнего сезона? Ну, мы старались заложить хорошую базу и дотренироваться, выйти на пик играм дружбы. И как бы мы хотели выдержать весь этот сезон длинный сезон до сентября. Таких целей по цифрам мы прям не обговаривали, не ставили. Может, я там что-то в голове себе ставила, но так мы не обсуждали. Но все равно ты же ведь свой организм уже хорошо ощущаешь. Вот в мае, например, ты чувствовала, насколько свою готовность по времени из 55 или из 56 и норм? В мае мой первый старт состоялся после болезни. Там я вообще пробежала 57-20, по-моему. И на сезон у меня было из 56. Вот такие ожидания были. Но как бы по ходу сезона амбиции росли. И я понимала, что как бы с каждым стартом я могу бежать быстрее. Ты впервые выбежала из 56 на играх Брикс, если я ничего не путаю. Эмоции опиши. На каком барьере ты поняла, что, похоже, ты идешь на личный рекорд? Я это до финиша не понимала. То есть я просто бежала, старалась, во-первых, выиграть, сделать все по плану и добежать. И когда я увидела на циферблате цифры 55 и более того, что не 55-90 с чем-то, а прям хорошо разменяла, я была вообще невероятно счастлива. Мне кажется, это один из... Нет, наверное, я могу назвать это самым ярким стартом по эмоциям в моей карьере. Потому что это все равно и международный старт, и победа, и еще и размененные секунды такие. Так что я вообще невероятно счастлива была. По ощущениям, по эмоциям, по атмосфере игры Брикс отличались от вот тех турниров, которые проводятся у вас круглый год практически? Да, очень сильно отличались. Во-первых, начиная с момента, как мы приехали в деревню Универсиады. Там были спортсмены из других стран. Это уже сразу погружают в какой-то... ну, вообще в другой мир. Нас встретили, во-первых, классно, с танцами, с плясками. То есть сразу атмосфера праздника началась. И придя на стадион, мы слышали иностранные языки вокруг, иностранных спортсменов. Что-то вот на стадионе в Рупр, я не знаю, говорили на английском. Вот, это все очень сильно отличается от тех стартов, что мы просто в России как бы бегаем без иностранных. И это заставило тебя поволноваться или нет? Или ты уже с таким опытом была спокойна все равно? Не-не-не, я очень сильно волновалась перед этими соревнованиями. Но когда увидела стартовый протокол, где-то не разочаровалась от того, что не так-то и много соперниц, а уж прям суперсильных-то и нет, считай? Я все равно был, я не разочаровалась, потому что все равно непонятно, это было в любом случае начало сезона, и непонятно, что кто может показать. Потому что перед этим у меня был старт неудачный. Я на Знаменских подскользнулась, там, спасибо, что добежала. Вот, поэтому у меня уверенности в себе не было, потому что у меня был один старт на 57 секунд, и один подскользнувшийся старт. Поэтому я сама не знала, что от себя ожидать, а уж тем более, что ожидать от других девочек, потому что каждый может оказаться темной лошадкой. Но в итоге-то лучший результат показала для себя. Да, да. И причины ты как бы себе не можешь объяснить в чем это. Может быть, как раз-таки этот адреналин и помог? Может быть. У меня такое часто бывает, что я очень сильно волнуюсь, но выходя на дорожку, я вот просто переключаюсь, и вот я в моменте, так сказать, здесь и сейчас. И все это волнение, может быть, наоборот, мне как-то придает чего-то, что я могу на дорожке показать. Но, кстати, меня удивило даже не это, а то, что всего через неделю вы поехали на очередной турнир, и ты еще быстрее пробежала. А откуда взяла силы, эмоции? Или это больше по инерции остался вот этот запас, запал от игр Брикс? Ну, я думаю, это и по инерции, и я чувствовала усталость после игр, но все равно, ну, каждый старт хочется выдать все и исправить ошибки. И так как память еще свежая, я помню, что я там сделала не так на играх Брикс, и старалась исправить это в Чебоксарах. Обстановка уже домашняя, спокойная, и получилось сделать, и вот получился новый личный рекорд. Ты сколько раз, получается, за сезон выбежал из 56? Четыре, по-моему. Четыре? Да, три-четыре. Можно сказать, что ты уже понимаешь, как это делать, и это для тебя уже такая рабочая раскладка? Да, я думаю, да, что это уже такой стабильный мой результат, и, в принципе, даже на чемпионате можно было бы его показать, но я уже там шла на риск, намудрила, во-первых, сама, и погодные условия, конечно, они сильно на меня повлияли, я такой холод и мокрую дорожку мне очень трудно было вынести. Для многих Эмилия Тангора сегодня это символ побед, но в этом сезоне все-таки у тебя два поражения, я хочу на них остановиться. Ты уже сказала про на молодежной России. А, да-да-да. Знаменские, и это ошибка, финишировала четвертый, но все равно был заступ дорожки и дисквалификация. Что там произошло? Там произошло, что мы пробовали новый ритм, который мы не делали на тренировках, но решили, что готовы. Я чуть-чуть не подрасчитала, как тогда. У меня были силы на этот ритм, но просто я там не сделала одну маленькую техническую деталь, и мне не хватило расстояния до барьера. Вот, и плюс скользкая дорожка. Я проскользила немножко, зацепила барьер. Я иногда и в обычном беге могу зацепить барьер, но это не так фатально. А здесь из-за скользкой дорожки все вот это понеслось, я как бы проскользила. Не знаю, почему меня дисквалифицировали. Мне приписали, что сокращение дистанции, но у меня проскользила нога за линию. Ну, посчитали, что я так сократила дистанцию. Но я все равно добежала четвертая. Это как бы... Ну, ошибка вот, да, состояла в том, что мы, наверное, мало натренировали этот ритм на тренировках, а вот сразу полезли на рожон на соревнованиях. Насколько легко тебе далось это поражение, вот с точки зрения эмоционального? Оно не выбило? Потому что человек, когда привык побеждать, и вот какая-то такая неудача, как мне кажется, может ломить, даже какая-то нелепая досадная ошибка. Вот как было у тебя после Знаменских? Сначала я не поняла. Скажу так, меня это не сильно выбило, потому что меня сразу окружили поддержкой, очень прям значимый, сильный. И я просто потом со стороны посмотрела, как это выглядело. Это, правда, действительно выглядело очень страшно. И многие волновались... Ну, переживания реально были даже и у зрителей. Да, многие волновались, что я какую-то травму получила. На старте сезона тоже очень обидно. Да, да, да. И я просто поняла, что как бы спасибо, что я цела. Спасибо, что живой, да? Да, спасибо, что живой. И это поражение, оно как бы не настолько значимое. Вот главное, что я цела. Вот я в своих силах все равно уверена. Я немножко, конечно, моя уверенность подкосилась из-за этого, потому что, опять же, это второй старт, а следующий уже Брикс. Вот, но я просто почувствовала, как же мощно я бежала до этого седьмого барьера. И я, наконец, почувствовала какую-то свою силу, поэтому я, в принципе, в общем, была уверена в себе. Ну, и теперь перенесемся на молодежное первенство России. Не хотелось ли поставить жирную точку в родных барьерах и уйти из этого возраста непобежденной? Ты все-таки решила пробежать гладкие 400, и чуть-чуть пятьтысячных не хватило. Расскажи о своей мотивировке. Я изначально как бы планировала вставать на барьеры. Я даже не предполагала, что может какой-то другой вариант быть. Но с тренером решили, что в нашей системе подготовки нужно пробежать 400 гладкие. И вот барьеры сейчас будут не совсем к месту. Насчет жирной точки. Да и сначала хотелось, но потом я тоже поняла, что это не так важно в общей картине, что все-таки подводка к более важным стартам. Как бы просто победа на молодежном первенстве мне вот сейчас ничего не даст. И поэтому, да, в приоритете были более важные старты. Поэтому встали. Там были варианты других дистанций на 200, но это я вообще мне не близко. Вот, поэтому решили встать на 400. А можешь пояснить, в чем была задумка Руслана Михайловича, что тебе должны были 400 гладкие дать при подготовке в барьерах? Если честно, я сама не сильно углублялась в это. Мне просто говорят, надо, значит, надо. Но мы просто предполагали, насколько я помню, мы предполагали, что в Брянске будет сильный ветер, и из-за этого может поломаться ритм на барьерах. То есть, ну, бежать только ради того, чтобы пробежать. Вот не хотелось ломать нашу картинку беговую. Вот. И там, да, действительно был сильный ветер. И поэтому решили такую стрессовую тренировку сделать на 400 метров. Тем более мы даже особо не подводились к этому старту. К барьеру все-таки, мне кажется, пришлось бы менять подготовку. А здесь мы просто на загрузке решили сделать еще загрузку на соревнованиях. Вот. И в два круга пробежало 400. Но вы в финале бежали прям нос к носу. Каково это? Ведь у тебя в барьерах такой конкуренции практически нет. А тут тоже мизер вас разделил. Да, на самом деле это вообще другие эмоции, другие ощущения. Действительно этого как-то, наверное, не хватает этой борьбы, потому что на барьерах я выбегаю и сама с собой бегу. Из-за этого я отвыкла от борьбы и могу чуть-чуть подсломаться. Поэтому это тоже была такая встряска для меня некая, что надо бороться до конца. И как бы вот в чем еще была тренировка, что я, во-первых, точно выдала все свои силы. Как бы у меня очень сильно закислила мышца. И это было хорошо для тренера, что даже на таких закисленных ногах я смогла добежать. Это значит, я и с барьерами добегу. Ты у нас теперь двукратная чемпионка России. Но и ты уже сама у себя в телеграм-канале обратила. И болельщики сделали подборку. Твой финиш год назад и твой финиш здесь. На всех турнирах ты довольная и счастливая. Но что на прошлой России ты на финише злая, что на этой России ты на финише злая. Можешь объяснить, что пошло не так? И действительно ли это золото, оно все равно с нотками недовольства? Ну да, оно с нотками недовольства, потому что на главный старт сезона как раз-таки ожидается пик результата. Но я от себя ожидаю, другие тоже от меня ожидают. И происходит вот некое разочарование, что не получается. Потому что первое, что я вижу после финиша секунды... Опять 50, не 5, а уже 6. В прошлом году я как раз-таки хотела увидеть 55. В этом году я вообще, честно, на олимпийский норматив хотела бежать. Но хотя бы вот свои секунды 55, а тут я увидела 56. Еще и 56-56. Вот, конечно, я очень негодовала. Но потом успокоилась, опять же, все как бы проанализировала. И посчитала, что ну просто сейчас сложилось так, и так надо. Но все-таки уже проанализировали лишний круг, ну с точки зрения соревнований, погода. Все-таки что в первую очередь помешало? Или все в совокупности? Все в совокупности. Я думаю, не так сильно влияет лишний круг. Но вот погода и, я бы сказала, неудачная раскладка сил с моей стороны. Потому что, опять же, хотелось результат выше намного и шла на риск. Вот. И он как бы не оправдался. Ну, ты, как мне кажется, по картинке сбилась там уже перед финишной прямой. Ты уже начала подбирать, да, ноги? Да. Я вот вышла на девятый барьер, и у меня там не получился ритм. И как бы вот тут я уже даже начала, в принципе, разочаровываться. Потому что уже картинка была не идеальной. Но все равно ты не сомневалась в своей победе, да? На финишной прямой не было опасений, что из-за вот этого барьера девятого соперница нагонит. Да я всегда боюсь, мне кажется. Потому что я не вижу, насколько они далеко. А по звуку я слышу шаги соперницы. Вот этот вот сбой, да. Я как бы, ну, не то чтобы боялась, но опасалась, что он как бы может мне обернуться дороже, чем просто сбой. Когда приятнее на вершине пьедестала было стоять в прошлом году или здесь, в Екатеринбурге? Наверное, первый раз, потому что здесь очень много омрачала погода. Потому что я уже заранее начинала расстраиваться. И даже на награждении просто мы стояли под дождем. Просто вот из-за этих вот как бы эмоций, может быть, ну, ой, из-за этих обстоятельств подпортились эмоции. Но это по-разному просто приятно. Приятно и первый раз, и приятно защитить титул. Вот. И просто это разные эмоции. А сил какой сезон отнял больше? Прошлый или этот? Этот. Этот. Потому что я безвылазно сидела на сборах вообще. И это уже как накопительно. То есть я и тот сезон безвылазно на сборах, и уже этот сезон. Вот. Это уже сплюсовалось, и было, да, этот сезон тяжелее дался. Ну, и уже есть понимание, где, как будешь отдыхать, восстанавливать силы? То есть какой отпуск заработала этим сезоном себе? Я планирую поехать и свозить маму в Таиланд. Вот. Но мы пока еще не брали ничего, потому что мама делает загранпаспорт. Я ей экстренно сказала заняться этим. Вот. Но до тех пор я хочу просто отдохнуть дома, понаслаждаться домом, своей комнатой. Как бы даже не особо хочется куда-то далеко уходить. Просто хочется побыть дома, потому что я очень мало времени за этот год проводила в какой-то домашней уютной обстановке. В этом состоянии на барьеры даже смотреть не хочется? У меня нет отвращения к барьерам. Просто я устала. Вот. Но я, так сказать, жду, когда снова к ним вернусь. Но понимаю, что перед этим придется опять проделать очень трудный, тяжелый труд в подготовке, в закачке. Потому что снова мы их начнем бегать только весной. К сожалению, я свой вид могу только летом делать, а остальное время готовиться и заниматься нудной работой. Но вы когда планируете начать тренировки перед зимой? В конец сентября, наверное, октябрь. То есть месяц у тебя заслуженный будет? Эмилия, ну и теперь я воспользуюсь нашей встречей и хочу обсудить Олимпийские игры. Потому что некоторые спортсмены говорят, мы не смотрим, не хотим. Ты, я так понимаю, ребята по сборной активно смотрели трансляции. Первое. Что ты испытывала? Ой, ну я испытывала разные эмоции и от радости до грусти, когда видела результаты, допустим, на первых кругах Олимпиады, с какими результатами бегали девочки в моей дисциплине. Я понимаю, что это все не так далеко, как казалось в детстве. В детстве просто это казалось, что ну Олимпиада это там, а мы вот тут в спорт в школе бегаем. А сейчас я понимаю, что да это же вот, это все должно у нас быть. И очень грустно от того, что этого нет. Ты себя видела в полуфинал? Финал, наверное, сложно было? Финал сложно, да. Закрыли там 53,80, но полуфинал, тем более сейчас сделали немного непонятную для меня... Утешительные забеги, ты имеешь в виду. Да-да-да, схему выхода в полуфинал, но тем не менее, кому-то это помогло, и там бежали с результатами, которые я бы могла показать. Ну, я думаю, что для многих 400 с барьерами это был супер момент как минимум этого дня, потому что все ждали дуэль американки и голландки. Я, признаюсь, болел за Фемки Болл просто потому, что мне хотелось интриги, потому что просто победа Сидни очередная с очередным рекордом, это было бы слишком очевидно. Но ты, как я понимаю, все-таки топила за Маклаффин. Расскажи, чем она тебе близка или просто хотелось увидеть очередной рекорд? Мне очень нравится, как она бегает и ее техника. Честно, техника Фемки мне не близка, но она суперкрутая, что она и 400 бегает, и... Как она эстафету смешанную вытащила. Да, как она эстафеты вытаскивает. Это просто... Это колоссальный труд и силы. А вот Сидни, наоборот, она сконцентрирована на одном виде, и я думаю, это одна из причин, почему она настолько как бы ультимейт в этом виде, потому что она очень серьезная и как бы приоритеты расставляет вот так. А ты уже на первых барьерах поняла, что она бежит на мировой или нет? Вот ты как специалист? Ну, я предполагала, что будет мировой. Я не смотрела на как бы на бегущее время. Я просто вижу, что бежит очень-очень здорово. Мировое ожидала, но как бы не знаю, на каком барьере как бы я это понимала. Ну вот послушай, мы с тобой обсуждали твои результаты 55-56. Здесь человек бежит 50-37. Вот ты мне можешь объяснить как специалист? Она как-то технику по-другому реализует? Либо там просто скорость сумасшедшая. Как удается, уже практически скоро 50 будет бить. Если бы я это знала, я бы это применяла. Я не знаю. Это уникальный человек, во-первых. Это совокупность таланта и наверняка труда, условий. Как она тренируется, мы не знаем. Что ей помогает в этом, мы не знаем. Но, видимо, она нашла идеальный баланс во всем этом и просто нашла. Человек для этого рожден, и она попала туда, куда должна была. Когда видишь рекорд мира 50-37, страшно становится вот самой выходить на старт или наоборот? Это такой классный, хороший раздражитель. Ну, это не страшно и не раздражитель, но это немножко так, ну сколько можно? Потому что только недавно были рекорды мира 52 секунды, и это было достижимо, что ли. Ну, хотя бы верилось, что это достижимо, но это уже заоблачные цифры, как бы. Ну, это, насколько я знаю, у Сидни Маклафлин сейчас по очкам, вот, ну, результат соотносится по очкам, сейчас самый большой за все время. То есть это человек великий по всем дисциплинам в легкой атлетике. И меня, если честно, забавляет, как комментаторы часто сравнивают наших спортсменов с Сидни Маклафлин и говорят, а вот Сидни Маклафлин бежит там 50 секунд. Ну, это глупое сравнение, потому что, ну, человек максимально уникален. Ну, мне кажется, вот любой спортсмен, барьерист и девушки мечтает оказаться на одной дорожке Сидни. Пусть даже она убежит от себя прямо на первом же барьере, но вот само ощущение, что ты вместе с ней на одной дорожке, наверное, это мечта. Да, мне кажется, это дорогого стоит, потому что быть в одном ряду или хотя бы на одной дорожке, на одном стадионе с таким лидером, мне кажется, это очень классно. Ну, и завершая беседу, сегодня для российской легкой атлетики такой лидер в том числе ты. И я вижу, как на тебя реагирует публика во время соревнований, как детвора реагируют. И, наверное, к тебе подходят, берут автографы, фотографируются. Я не сомневаюсь, что ты никому не отказываешь. Вот если спроецировать, я такой юный спортсмен, который начал заниматься легкой атлетикой и барьерами. Вот я подхожу к тебе и говорю, Эмилия, а вот как стать вот вторым таким чемпионом уровня Эмилии Тангары? Расскажи мне, пожалуйста, что нужно делать, как нужно жить, тренироваться, на кого равняться, чтобы бить рекорд за рекордом и уже, по сути, коллекционировать звание чемпиона? Ну, я считаю, это нужно ставить в приоритет спорт в большинстве случаев. И как бы максимально стараться в него вкладываться. Но при этом искать и в жизни баланс, чтобы просто не сойти с ума. И, конечно же, это усердные тренировки, потому что я думала, как бы все спортсмены сборной усердно тренируются. И это как бы база. Но находясь в сборной, я понимаю, что это не так. И как бы что и отличает чемпионов от не чемпионов, это трудолюбие. То есть мало быть просто поцелованным богом, а все-таки в первую очередь нужно быть трудягой? Ну, да, тут еще как расценивать, кто поцелован богом, как бы везет тому, кто везет, я считаю. Поэтому трудолюбие и приоритеты. Но мне остается только пожелать, чтобы следующий сезон, он как минимум сохранил планку на таком же высочайшем уровне. Давай уже пожелаем, чтобы и 55 разменялись как можно быстрее. Работать будем над этим. Ну и самое главное, уж проговорили про американку, давай надеяться, что очень скоро зеленый свет российский спорт получит. И вы как минимум сможете оказаться на одних турнирах. Да, это лучшие пожелания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.